Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрел 8 основных и 4 дополнительных вопроса. Среди них ряд кадровых решений. Объявлен сбор информации. Международный комитет Красного Креста продолжает поиск без вести пропавших граждан. Праздник всех сторонников активного образа жизни. Сегодня отмечается День физкультурника. Утром 10 августа 2008 года в Цхинвал входят российские войска. Позже грузинская власть назовет это вторжением на территорию Грузии. А западные политики будут рассказывать миру о том, как они полностью поддерживают Грузию, ее народ и вместе с ней переживают трагические события, произошедшие в их стране. Прекрасно зная о том, что происходит на самом деле и с чьей подачи Грузия нанесла военный мощный удар по Южной Осетии. Но суть политики некоторых западных стран такова. Неважно, кто виноват, главное – геополитические интересы. А между тем, истина в том, что Грузия проводила военную операцию под названием «Чистое поле», желая уничтожить малочисленный осетинский народ. Она не рассчитывала, что сила духа и воинская доблесть осетинских парней смогут противостоять оснащенной современным оружием армии. Война для югостинских бойцов началась задолго до ее официального объявления. Еще в июле грузино-югостинский конфликт обострился. Грузинские военнослужащие атаковали подступы к Схимвалу. Все понимали, что рано или поздно начнется война, но о таких масштабах никто не догадывался. Активное участие в отражении вражеской агрессии принимали сотрудники отряда милиции особого назначения. Игорь Плеев, командир ОМОНа, в 2008 году был начальником штаба. Он отдавал приказы не из кабинета. Сам лично, бок о бок, с подчиненными воевал против врага. Игорь Плеев, командир ОМОНа, в 2008 году был начальником штаба. Игорь Плеев, командир ОМОНа, в 2008 году был начальником штаба. Игорь Плеев, командир ОМОНа, в 2010 году был начальником штаба. Игорь Плеев, командир ОМОНа, в 2008 году был начальником штаба. Но я думаю, что мы делаем в Кутар-Диастан. Но мы делаем в Кутар-Диастан. Мы делаем в Ку-Сой-Мо, и мы делаем в Кутар-Диастан. Позиции югостейских бойцов располагались во всех районах республики. В первых числах августа часть подразделений Умона защищала границы Южной Осети в селе Убе от Знаушкирского района. Грузины почти бесперерывно обстреливали их позиции. У наших бойцов был приказ не реагировать на провокации, чтобы не допустить еще большей эскалации конфликта. Субтитры создавал DimaTorzok Ночью 7 августа начался артобстрел. Грузинские войска всю мощь своей артиллерии обрушили на спящий город. Хорошо изучив натовские приемы, которыми пользовались грузинские военные, умоновцы поняли, что после такого обстрела грузинская пехота войдет в город. Поэтому быстро поспешили в сторону селения Табет. Вооруженные новейшей техникой, боеприпасами и оружием грузинские войска уже были там. Днем 8 августа между умоновцами и грузинами завязался неравный бой. Сложно рассказывать о том, как на твоих глазах погибали сослуживцы. Друзья, все они были молоды и так хотели жить. В селе Табет погибли Алан Санакоев, Алан Кабисов, Суслан Мадзигов, Гайос Бичинов, Томас Плиев. Я в Беларусь, Алан Кабисов, Гайос Бичинов, Томас Плиев. Я в Беларусь, Алан Кабисов, Гайос Бичинов, Гайос Бичинов, Томас Плиев. врага в город. Такая задача стояла перед всеми югостинскими бойцами. Поэтому самые ожесточенные бои шли на окраинах. Умоновцы с честью выполнили свой долг. Наравне с другими нашими защитниками до последнего сдержали врага. А погибшие ребята стали примером стойкости и мужества. Стелла Бязарова, Арнольд Харибов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Дзялском районе почтили память погибших во время августа 2008-го. Траурные мероприятия начались возложения венков и цветов на Аллее славы и памяти героя. На возложении присутствовала и глава района Ванда Тибилова. После возложения посетили могилы павших ребят района. Траурные мероприятия продолжились вечером. Прошла акция «Свеча памяти». Кабинет министров на сегодняшнем заседании рассмотрел 8 основных и 4 дополнительных вопроса. Среди них принятие ряда кадровых решений. Утвержден план мониторинга правоприменения в республике на 2023 год. А также присвоение очередных классных чинов гражданским служащим Министерства культуры и Комитета по налогам и сборам. На заседании правительства было рассмотрено 8 основных и 4 дополнительных вопроса. В связи с кадровыми изменениями в государственных органах исполнительной власти и Министерстве экономии и развития были внесены изменения в состав комиссии по отбору инвестиционных проектов. Нам приходится по мере необходимости обновлять его состав в связи с кадровыми изменениями. Данные изменения тоже касаются кадровых, поэтому состав комиссии изложен в новой редакции. В следующее время этот состав нам нужен для того, чтобы оказать господдержку инвестиционного проекта. Единогласным решением министры поддержали изменения в постановлении правительства 23 декабря 2020 года об отдельных мерах государственной поддержки населения в целях обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг в связи с государственным регулированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам Замбулата Татаева, изменения позволят снизить тарифы по содержанию и текущему ремонту имущества в многоквартирных домах. То, что касается содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указанные расчеты не предусматривались. В связи с тем, в калькуляциях они не могли вноситься. Для того, чтобы населению предоставить дополнительные условия по снижению экономически обоснованных тарифов, предлагается в пункт 1.4 внести поправки, которые изложены в проекте постановления. Кроме того, министры согласились с планом мониторинга права применения в Республике Южной Осетии на 2023 год. Министр юстиции Олег Коглоев подчеркнул, что проведение мониторинга необходимо для совершенствования нормативных правовых актов. План подготовлен на основе предложений органам исполнительной власти и состоит из 13 групп нормативных правовых актов, задействованных в работе 9 министерских ведомств. В ходе заседания были назначены первые заместители глав администрации Знаурского, Завского и Ленингорского районов. Также от занимаемых должностей были освобождены первый заместитель главы администрации Завского района и заместитель главы администрации города Схимвал Эндрик Джоев. Очередные классные чины Государственной гражданской службы были присвоены гражданским служащим Министерства культуры и Комитета по налогам и сборам. Стелла Бязарова, Арсен Гассиев, Фадима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Президент Олан Гоглоев подписал сегодня распоряжение о проведении ревизии деятельности администрации Цхимвальского района. В соответствии с документом, контрольно-счетной палате Республики Южная Осетия поручено провести проверку финансово-хозяйственной деятельности администрации Цхимвальского района Республики Южная Осетия за 2020-2021 годы и первое полугодие 2022 года. Срок проведения проверки – 30 дней. На протяжении длительного времени периодически возникает вопрос бездомных собак. С каждым годом их количество увеличивается, и риск нападения на человека возрастает. В профильные ведомства продолжают поступать обращения с просьбами решить наболевшую проблему. Коротские власти решают вопрос путем отстрела. Однако жители столицы разделились на два лагеря – тех, кто поддерживает отстрел, и тех, кто считает это негуманным методом. Репортаж Зариной Кочевой. В размеренную жизнь городского жителя с громким лаем врываются бродячие собаки. Животные стаями бродят по улицам, паркам, детским площадкам. Нападают на прохожих, люди боятся выходить на улицу. Время от времени проблему бродячих собак пытаются как-нибудь решить. Обсуждают ее годами на разных уровнях, но ситуация не сдвигается с мертвой точки. Более того, с каждым годом дворняк становится все больше и больше. Слушайте, вот вам такая мораль. Не выходите на улицу, если там много собак. Однажды мы гуляли с другом, и нас заметили много бешеных собак. Они к нам подбежали, и моего друга укусили. Мы с ним успели убежать, но мой друг теперь лежит в больнице, и родители меня не выпускают. Время от времени собак отстреливают. Однако такой метод многие горожане считают негуманным. Да и собак меньше не становится. В столичной администрации сообщили, что это вынужденная мера, так как на сегодняшний день другого способа обезопасить прохожих от агрессивных животных у них нет. Финансовых средств пока что недостаточно для того, чтобы организовать какой-то питомник, какой-то приют для собак, чтобы их содержать там, стерилизовать, ну и проводить другие мероприятия. Еще одна проблема, требующая незамедлительного решения – домашние питомцы. На столичных улицах в любое время суток можно встретить ухоженных домашних питомцев, гуляющих без хозяев. Складывается впечатление, что их владельцы осознанно подвергают риску горожан и, что самое страшное, наших детей. Зачастую, это касается около 80% случаев, несчастных случаев, у гуса собак происходит о вине именно домашних собак. Домашние собаки вот это. И они тоже как бы озичают. И поэтому эта ситуация очень требует конкретного вмешательства уже всего руководства. Каждый день работникам благоустройства приходится идти вместо работы на риск. Чтобы утром каждый из нас мог пройтись по чистым и благоустроенным улицам, они вынуждены вставать в 4 часа утра. Именно в это время многие любители домашних животных попускают питомцев на прогулку. Нередки случаи, когда они нападают на дворников. Огромная просьба к населению города Цивал, который содержит собак, выводить, выгуливать собак на улице исключительно в намордниках и с поводком. Потому что это очень важно, это как бы необходимо для безопасности граждан, всех граждан. Особенно это касается детей. Либо любая собака без намордника, без поводка, с агрессивным характером тем более, будет отстреливаться. Это независимо от того, это домашняя собака или бродячая собака. Это предупреждение. В профильные ведомства продолжают поступать обращения с просьбами решить наболевшую проблему. А медучреждения фиксируют все большее количество укусов людей с животными. Имеют место укусы бродящих собак. Их процент намного меньше, чем укусы домашних собак. И если это бродячие собаки, то уже, конечно, бывает и вакцинация полная, 6 уколов, и уже более пристальное внимание. Если домашняя собака укусила, то мы делаем три вакцины и наблюдаем за собакой. Игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, нельзя. Они могут стать приносчиками вирусов в бешенство. Факцины обеспечены. И то же самое, одновременно с факциной мы должны сделать анатоксистолбнячины, если ребенок не привит. И если же привит, уже сделано ДС по полной программе, то эти прививки сделаны, то в этом случае уже эта прививка не нужна. За бездомных собак никто не отвечает. И неизвестно, когда вопрос будет решен. Между тем, многие развитые страны давно перешли к более гуманным методам решения вопроса. Там функционируют приюты, питомники, производится отлов и стерилизация бездомных животных. В Южной Осетии, как отмечают профильные ведомства, пока нет возможности решить проблему таким же цивилизованным путем. Поэтому единственно возможный путь обезопасить себя и детей – это не выходить на улицу, когда стемнеет. А если уж очень надо выйти, то вооружиться палками и булыжниками, как в старые добрые средневековые времена. Залина Кочиева, Рауль Кочиева, Лимбетев, Дюни Техов, информационный выпуск сегодня. Международный комитет Красного Креста продолжает поиск пропавших без вести граждан Республики Южной Осетии в ходе агрессии со стороны Грузии. Объявлен сбор информации. Для этого устанавливаются ящики с информационными баннерами. В поисках поможет любая информация об обстоятельствах исчезновения и местонахождении пропавшего человека. Тему продолжит Анжела Кукоева. Международный комитет Красного Креста продолжает поиск пропавших без вести во время грузийно-осетинского конфликта. В районах республики устанавливаются ящики для анонимных записок с информацией о судьбе и местонахождении без вести пропавших. Понятно, что у потенциальных источников может быть определенный страх в том, чтобы делиться этой информацией. Поэтому мы установили ящики и, кроме прочего, организовали две горячие линии, на которых будут приниматься звонки. Одна горячая линия будет действовать при аппарате полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования. А второй будут заниматься сотрудники Международного комитета Красного Креста. Один из ящиков с информационным баннером на нескольких языках – русском, осетинском и грузинском – и с личными данными лиц установлен в селе Нидбейт. Эта инициатива была озвучена нам, семьями лиц пропавших без вести. Инициативу мы, естественно, поддержали сразу. И нам в реализации ее очень помогает и аппарат полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования, и уполномоченный по праву человека. Исчезновение людей в основном связано с вооруженными конфликтами с 1990 по 2008 годы. Возможные очевидцы тех событий все еще могут располагать информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавших без вести. Исчезновение людей в основном связано с вооруженными конфликтами. Любая информация важна. Ирина Джоева более 30 лет ведет поиски своего отца Джоева Руланда Иосифовича. 16 октября 1991 года, в возрасте 45 лет, он пропал в окрестностях селения Техрюцхинвальского района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Семья Джоевых ждет и надеется, что все же удастся разыскать Руланда Иосифовича благодаря помощи сочувствующих жителей. По прошествии стольких лет, может это слабость, может это... Но мы уже не надеемся ни на что хорошее. Мы просто хотим, как и все люди, иметь возможность прийти на могилу, хотя бы какие-то частички захоронить и отдать все, что дань, как и полагается у нас в Осетине. Если кто-то из людей может нам в чем-то помочь, мы бы были очень благодарны. В период грудино-осетинского конфликта много пропавших и на территории Знаурского района. Десятки семей годами добиваются официальных ответов в поисках родных. Если этих людей уже, например, нет в живых, может быть, кто-то может что-то знать о местах захоронения этих людей. Конечно, это были тяжелые времена, конфликты. Прошло очень много лет, но до сих пор есть люди, которые ждут хоть каких-то ответов о судьбе их родственников. Въяснение участия и местонахождение лиц пропавших без вести – долгий и кропотливый процесс. И успех его в большей степени зависит от возможности получить информацию об обстоятельствах исчезновения и местонахождения пропавшего человека. До 30 августа в нескольких селах Южной Осетии при содействии сельских и районных администраций и юго-осетинских участников координационного механизма планируется установить 15 ящиков. Содержимое ящиков будет проверяться 20 числа каждого месяца. Процесс сбора информации носит исключительно гуманитарный характер. Если вы располагаете какой-либо информацией даже о примерном местонахождении без вести пропавшего человека, вы можете написать анонимную записку и бросить в ящик. И, возможно, благодаря вам человека смогут вернуть к родным. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номерам телефонов 8-929-803-30-11 и 8-929-803-30-22. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Анжела Кукоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня день физкультурника. Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто бегает по утрам или любит велопрогулки. Дату официально начали отмечать с 1980 года, хотя она была популярна задолго до получения официального статуса. Еще в 30-е годы прошлого столетия, когда советская власть начала активно пропагандировать лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Поздравлять с праздником можно не только спортсменов, но и учителей физкультуры, тренеров, а также всех сторонников активного образа жизни. Физическая культура занимает в нашей жизни немаловажную роль. Она воспитывает в нас силу духа, стойкость и выносливость. Владимир Тедеев еще подростком выбрал спортивную жизнь и никогда об этом не пожалел. Жесткий ежедневный график и строгие наставники выпистывали в свое время в мальчишке полезные качества, их характер. А теперь и он сам без устали занимается с детьми, ежедневно приобщая их к здоровому образу жизни. Физкультура помогает нам узнать свои возможности, дарит уверенность в своих силах, позитивно настраивает и вселяет надежду, а самое главное – учит заботиться о своем здоровье. В Осетии самым лучшим пожеланием считается пожелание здоровья, поэтому День физкультурника – праздник всех поколений, говорит Владимир Тедеев. В современном мире есть все необходимое для того, чтобы профессионально заниматься спортом. Спортивные залы, тренировочные площадки на каждом шагу. Программа «Спорт в шаговой доступности» работает несколько лет и вполне успешно. Кроме того, как еще отметил тренер, разнообразнее стали виды спорта. Занятие спортом сегодня становится нормой жизни, что не может не радовать. Праздники советской эпохи носят ежегодный характер и отмечаются как в России, так и в нашей республике. Яна Плева, Рауль Кочев, информационный выпуск «Сегодня». Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил с профессиональным праздником представителей сферы физической культуры и спорта. Цитата. Наилучшие пожелания представителям спорта адресовали председатель правительства Константин Джусоев и спикер парламента Алан Таттаев. Далее узнаем прогноз погоды. По республике ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 31, ночью плюс 18. В Дзавском районе днем 30 градусов тепла, ночью плюс 17. В городе Квайса днем плюс 27, ночью плюс 16. В Ленингорском районе днем плюс 32, ночью плюс 18. Столица республики в Цхинвале днем плюс 31, ночью 19 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуэева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова